Есть российские артисты, которых знают во всем мире. А некоторых российских артистов на Западе признают даже лучше, чем у нас. За несколько лет, работая в американском филиале Warner Music, мне удалось определить основные недостатки российского шоу-бизнеса и увидеть решение для них. К сожалению, большинство продюсеров и лейблов даже и не стараются поднять качество отечественного музыкального бизнеса на мировой уровень. Меня зовут Шагор, и в этом видео я расскажу о том, что должно произойти для того, чтобы наши артисты чаще зарабатывали иностранный капитал. Во-первых, на Западе ценится уникальность. Именно шаблонность большинства наших артистов делает их неинтересными и неконкурентоспособными за пределами русскоязычных земель. А наш собственный народ ко всему новому относится с опасением и предостережением. Очень консервативно и скептически. Для нас перемены — это плохо, мало ли хуже будет. Поэтому лепим одно и то же. Если, например, артист работает в жанре поп-музыка, то референсом будут, скорее всего, Элджей, Егор Крид, Темникова и так далее, которые сами являются копией западных артистов. И то же самое в любом другом музыкальном жанре. А все новые фишки наших артистов — это в большинстве случаев новая украденная у американцев фишка. Очень стыдно осознавать, что у 99% русскоязычной музыки нет своей индивидуальности. И посмотрев на нашу эстраду, это видно невооруженным глазом. Они там как будто участвуют в конкурсе, на котором оценивается несколько одинаковых критериев. И все стараются выполнить качественнее именно эти критерии. Но никто не стремится быть уникальным. Может, и нельзя так говорить о живой классике, но они ведь почти все там такие же одинаковые, как сегодняшние рэперы или рокеры начала 2000-х. Артисты в России всегда боялись делать что-то новое, и люди не привыкли получать что-то новое. Именно в этом и кроется фундаментальная причина отставания нашего творчества от мирового. Ведь это очевидно. Чтобы конкурировать в музыкальном бизнесе, нужно иметь уникальный продукт. Мало кто знает, но Диму Билана в начале 2000-х знали в Европе, а альбом ему писал Timbaland. И это был очень крутой продукт. Помимо него есть еще наши артисты, которым удавалось получить известность за границей. О некоторых из них ты наверняка и так знаешь. А с сегодняшними ресурсами это сделать еще проще, чем это было тогда. Например, группы Little Big. Их знает весь мир, потому что они уникальные. Так почему же сейчас у нашей страны так мало актуальных артистов, которых знал бы весь мир? Все просто. Консервативный менталитет заставляет людей бояться продвигать свой материал за пределами своей зоны комфорта. Моя команда в российском шоу-бизнесе чуть ли не единственная, кто умеет работать с англоязычной музыкой и продвигать ее на весь мир. Нет, мы пока еще не сделали ни одного англоязычного артиста из России звездой, но у каждого такого случая появляется активная аудитория по всему миру. И пара из таких артистов уже готовится провести свои первые сольники за рубежом. И сам факт наличия результата, который по итогу ничем не хуже вокального, это явно показатель того, что музыка наших исполнителей вполне достойно воспринимается за рубежом, если она интересная. Есть теория, что сейчас к россиянам за границей относятся плохо. Но я регулярно бываю за пределами стран СНГ и могу с уверенностью сказать, что это полный бред. Так, цивилизованный мир не разделяет людей по национальному признаку. Еще есть ошибочное мнение, что с русским акцентом песни звучат плохо, но это возвращает нас к вопросу об уникальности. Акцент, дающий свой неповторимый оттенок в песнях, это одна из уникальностей. В мире куча суперзвезд, поющих на английском с разными акцентами. И теперь скажи, почему наши люди боятся проявлять свою уникальность? Талантливые люди нужны всем, вне зависимости от их национальной принадлежности и гражданства. В этом принципиальная разница между шоу-бизнесом на Западе и шоу-бизнесом в России. Там ищут талантливых и ярких людей, а у нас просто ищут кошельки потолще. Из всего этого следует, что для продуктивной интеграции российских артистов на мировой рынок для начала нужно образовывать творческих людей и взращивать независимых артистов. Это не однодневная задача, и на ее решение потребуются годы. Важно наращивать устойчивую конкуренцию, ведь именно конкуренция дает стимул развития, совершенствования. Поэтому, если ты артист или музыкант, в первую очередь займись отработкой своей индивидуальности. Чем сильнее ты отличаешься от всех, и чем вкуснее подан твой материал, тем больше у тебя шансов вырваться на вершину своего дела. Именно это и будет твоим реальным первым шагом к успеху в мире шоу-бизнеса. Одной из главных целей открытия музыкального лейбла Chagor Music было создание первой организации в стране, которая не боится продвигать англоязычный материал. У нас есть премиум доступ к International Media Base, благодаря чему мы можем распространять музыку в 52 странах по всему миру в более чем 30 тысяч радиостанций. Мы можем разместить клипы артистов на канале ВЕВА и многое другое. Поэтому мы активно ищем артистов, которым маленький мирок одной страны слишком тесен. На сайте Chagor.ru много полезных статей на тему продвижения артистов. Моя книга «Основа музыкального бизнеса» доступна для покупки. Все ссылки в описании к этому видео. Подписывайтесь на новый материал. Продолжение следует...